Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот лук молодой у меня только-только начал появляться, я вышла посмотреть. И хочу вам рассказать, как уберечь посадки молодого лука от редителей, если ситуация вот такая, как у меня. Вы видели, что когда я садила, я не смогла не рассыпать в междурядье табачную пыль, не табазол, был ветер, дождь. И сейчас, хотя вот в это время нужно уже пойти посыпать междурядье, порыхлить табачную пыль, я ничего этого сделать не могу, у нас сильно дождь. У нас дождь, земля мокрая, ничего здесь рыхлить невозможно, поэтому уже сейчас я буду готовить настой табака, чтобы потом просто прийти, когда высохнет, и полить. Из-за чего я тороплюсь? Я сейчас вам расскажу, почему это важно. Вот казалось бы, лук маленький-маленький, идет дождь, и вроде бы погода не располагает какие-то делать обработки. Но дело в том, что через 2, 3 или 5 дней, как только выглядит солнце, как только установится теплая погода, сразу же начнется вот этот лед луковой мухи. И вот эти росточки молодые, она моментально найдет, если тем более у кого, кто не обрабатывал при посадке, никакими средствами от вредителей, она сразу же начнет откладывать свои личинки, которые повредят все ваши посадки. Поэтому, вот пока стоит такая погода, у меня как раз приготовится настойка табака, и как только будет светло и тепло, я сразу выйду и полью свои грядки. Можно поливать, конечно, и солью, но про соль я уже говорила, предостерегала, что солевых обработок много делать нельзя, плодородие почвы не только понижается, вы можете испортить грунт до такой степени, что там ничего расти больше не будет. Почему я не как именно настой, а не рыхление, не посыпание вот этого табака? Ну видите, посыпание табака в междуряде, я еще не знаю, когда можно будет сделать, если вот так будет такой ливень, то ты и не посыпешь, а полить можно в любую погоду. И посыпание табака, это не очень экономный способ, если гряды большие, то представьте, сколько нужно посыпать табака, а вот это вот полив табачным настоем, это старинный народный рецепт, и очень экономный. На ведро нужно всего 200 грамм табачной пыли, и вы обработаете этим ведром все свои посадки лука. Начинаем вот на 5 литров воды, 100 грамм табака залить горячей водой, и 30 грамм хозяйственного мыла. Поставите на 10 дней, и через 10 дней будет настой готов и опрыскивать, и поливать, хоть что можно делать, абсолютно безвредный, и для грунта, и для растений, но очень хорошо отпугивает луковую муху. Я буду делать на 5 литров, потому что у меня грядка большая. У кого грядок много, например, большие посадки, можно делать просто на 10-литровое ведро, разводите 200 грамм табака, табачной пыли именно, и 50-60 граммов хозяйственного мыла настрогать, все это развести. Можно разлить по 5-литровым бутылям, и пусть стоит 10 дней. И вот как раз, как только лук вылезет, и полетит луковая муха, нам этот настой табака очень пригодится. Можно опрыскивать по перу, можно опрыскивать землю между рядами, можно просто полить сверху. Все это будет очень хорошо. Грунт пропитается вот этим табачным настоем, и ни одна луковая муха даже близко не приблизится к нашему молодому луку. Надеюсь, он когда-то у нас нынче вырастет. Все, до свидания. Буду делать настой, я вам все покажу. Хотя это очень просто, можете даже второй видеоролик посмотреть. 100 грамм табака на 10 литров воды, и маленько мыло построгать. Через 10 дней приправа, отпугивающая луковую муху, готова. Очень экономный, старинный, народный рецепт. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Как отпугнуть вредителей от молодых посадок луку.